Первое воскресенье Великого Поста Церковь празднует как День Торжества Православия. История этого праздника относит нас вглубь веков. 787 год. Седьмой Вселенский Собор. Собор, который собрался в Церкви для того, чтобы подтвердить истинность и правильность учения церковного об иконопочитании. Праздник Торжества Православия связан с окончательной победой над ересью иконоборчества, что в течение нескольких веков терзало православный мир. Но не нужно думать, что времена лжеучений прошли и остались в далекой от нас эпохе Вселенских Соборов. Когда мы празднуем, вспоминаем восстановление иконопочитания в Византийской империи, в Древней Церкви, это ведь тоже праздник того, что вот эта борьба против Церкви, борьба против истин, которые возвещает Церковь, она прекратилась. Поэтому, если современные какие-то нападки есть на Церковь, Церковь не вступает в такую борьбу, что ли, да? Она, скорее, защищается, как может, ну, духом кротости, смирения и любви. В общей молитве вспоминались все те, кто укреплял православную веру в течение многих веков. И те, кто сегодня совершает свое служение и свои подвиги ради веры Христовой. Сегодня в храм пришли люди целыми семьями. Ведь этот праздник является очень значимым для всей церковной общины храма. Сегодня мы празднуем торжество православия, нашей истинной веры спасительной, которая ведет нас к спасению, которая просвещает наши сердца. Но, конечно, главное духовное оружие в защите истины – это молитва. Люди приходят в храм помолиться, чтобы в оставшиеся дни Великого Поста преуспеть духовным исцелением. Великий Пост – это не только воздержание от пищи. Это не смысл Великого Поста. Смысл Великого Поста – стать немножечко, чуточку хотя бы ближе к Богу. Поднять свои глаза от земли на небо. Также человек старается в это время стать к нему ближе. А ближе мы становимся и молитвой, безусловно. Молитвой, постом, какими-то очень важными духовными практиками, добрыми поступками различными, милостенью. Вера православная укрепляет нас в благочестивой жизни. Наступил Великий Пост. В эти дни каждый из нас своим милосердием, покаянием, добрыми делами должен помочь торжеству веры, торжеству евангельской истины. Елена Бабина, Константин Бролов, Елена Кошелева, Видное ТВ.